Еще один приятный сюрприз пришел, новость, точнее, в мире, видите, все равно тенденция побеждает того, что многие страны, даже те, которые там голосовали против или отказывались признавать, понимают, что Россия совершает акт вооруженной агрессии против Украины, что это захватническая война, целью которой ставит Российская Федерация передел границ и сфер влияния, что никто не может допустить. Было две мировых войны по переделу сфер влияния, третью никто не хочет, даже большую региональную войну сегодня никто не хочет вести. Так вот, Европейский Союз подал в Генеральную Ассамблею ООН резолюцию о партнерстве, сотрудничестве ООН и Совета Европы. И, естественно, эту резолюцию поставили на голосование, сотрудничать ООН с Советом Европы или не сотрудничать. За резолюцию проголосовало 122 страны, причем за резолюцию. Но особенность этой резолюции состоит в том, что в этой резолюции Россия официально названа страной-агрессором. Москву называют агрессором. Представители Российской Федерации выступали, неоднократно выступали против принятия этой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Но ее поставили на голосование, оказалось, что 122 страны, 2 третьих ООН проголосовали за принятие такой резолюции, в которой Россия числится страной-агрессором. Причем за резолюцию о сотрудничестве ООН и Совета Европы, где Россию называют агрессором, проголосовали такие страны, как Китай, Армения, Казахстан и Бразилия, с которыми у Российской Федерации развиты внешнеполитические и экономические отношения. Очень интересно теперь посмотреть на официальную реакцию Кремля. По идее, Кремль должен сказать, а как они всем говорят, кто не с нами, тот против нас, ленинский лозунг. И интересно, как отреагирует Кремль. Начнет разрывать дип-отношения или грозит санкциями Китаю, Армении, Казахстану, Бразилии, те, кто проголосовал. Но остался пул государств небольшой. Он, кстати, уменьшается по сравнению даже с тем, как голосовали предыдущие резолюции по вооруженному конфликту России против Украины. Там было больше стран, которые поддерживали Российскую Федерацию сейчас. При этом, кстати, отмечает Генеральная Ассамблея, отмечает то, что у этих стран была возможность воздержаться. То есть, они могли проголосовать не за, а просто воздержаться, чтобы, допустим, не попадать в дипломатический конфуз Российской Федерации и не объяснять, почему они проголосовали, что Россия является страной-агрессором. Но и остались, конечно же, остались самые преданные друзья России. Против этой резолюции выступила Белоруссия, Северная Корея, Никарагуа и Сирия. Вот четыре государства. Раньше их было, по-моему, шесть, если не изменяет память.